сейчас потихонечку включаемся сейчас я все настрою всех категорически приветствую это лил уж и разработка игрового контента мы возвращаемся после маленького отпуска сегодня будем много сейчас обсуждать так сейчас я проверю что у меня все работает так все работает я тут погасил все погнали так все работает на 1 написать что следующий стрим у нас не третьего десятого 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 сейчас план трансляции а 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 часа сидел сейчас ритопил то это съел очень много времени я работаю конечно довольно недеструктивно все таки так как бы тут лучше поступить она не так сейчас ну начну подтягиваться люди и я начну рассказывать и вещать что у нас собственно происходит а сейчас давайте еще 3 открою это что-то отлич вообще не открыл там людей не так много но тем не менее не есть и лучше мы будем смотреть так мой канал пожалуйста откройся так звук выключен канал открыт youtube включен все работает так пока продолжаем увлекательный ритоп и ждем людей где-то в 10 05 начну давать новую инфу пока что увлекательно занимаемся вот этим вот по тегу по тягушечками полигонов звук я надеюсь идет тут все-таки бахнем причем я не знаю на самом деле насколько я хочу упариваться полигонажем в том плане что я вот хочу вот такие вещи отбивать на нормалках потому что это все-таки винтовка под шутер типа в винтовках под шутер с полигонажем то вообще надо быть аккуратно в том плане что на пушку дается очень очень высокие требования тут конечно сделаем но у нас будет очень много зеркалица я расскажу собственно как в большинстве случаев поступают и на арбалете эту ошибку допустил на самом деле причем знал что так делать не надо но тем не менее зачем-то сделал надеялся сделать по качеству дней но в итоге лень победила по качеству не не сделала и правильно тоже не сделал так вот здесь надо наверное бред как бы лучше сделать там наверное лучше сделать будет порадовался конечно я что мы заняли все-таки хонор был меншин потому что все-таки на призовой на призовые места я не особо надеялся все-таки мой уровень еще пока ну и будем честны да я все-таки не так часто делал игровые локации что с первого раза занимается сразу призовое место но тем не менее хонор был меншин это было достаточно хорошо и приятно следующий раз когда будем делать локацию будем конечно целиться но именно на какой-нибудь такой челлендж будем целиться на призовое место но для этого на качество выше я думаю надо сделать локации минимум штучки две-три то есть это сделать и желательно делать свой дизайн потому что но сейчас подтянется чуть-чуть мы я надеюсь что еще появятся люди и мы тогда с вами перейдем к более подробному обсуждению потому что материала много рассказывать мне есть чего вам и по следующей локации есть мне чем с вами поделиться мысль у меня сформировалась единственное концепта у меня на ноутбуке который рисовал вам показать не смогу потому что но общую мысль показать я все-таки смогу я прорисовал концепты немножко получше получше чем то что было там по фото башал и плюс я ездил в отпуск там нашел очень крутые идеи и расскажу как шел поток мыслей да и как он видоизменялся потому что это очень важно думать над дизайном и не хвататься за первое то есть я вот схватился так сейчас извиняюсь там гоняет наверное вы могли это услышать короче я сначала схватился за первую мысль она понятное дело было довольно банальной покажу откуда ее брал кстати посоветую еще очень крутую штуку называется dark digital dark horse покажу что это такое сейчас пока подтягиваются люди у меня тут увлекательный ритоп ненавижу блин вот когда приходится вот такой фигни заниматься я очень люблю ритоп он довольно медитативный вот когда о кстати я тут забыл кое-что сделать на самом деле мы сегодня по текстурям но потом я буду дорабатывать хайп ольку я понял что я немножечко забыл элементы эту хайп ольку на самом деле не так много с прошлого момента попилил 60 fps до 60 fps я включил и в прошлое я включил 60 fps когда кто-то то 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 когда видео записывал и увидел насколько приятнее картинка а учитывая как я быстро верчу камерой мне кажется 60 fps вам будет смотреть поприятнее у нас все-таки не настолько большая нагрузка на процессор идет я не думаю что у меня процессор сильно просядет от нагрузки 60 fps вместо 30 fps а вам все-таки будет поприятнее потому что вот это вот мелькание камеры оно все-таки не такое приятно когда резко и вот это тот случай когда 60 fps может сделать картинку поприятнее я конечно понимаю что заморачиваться в таких вещах моделинги наверно не особо здраво но это так маленькая имха и да вот случайно мне пришла мысль чем можем с вами сделать на конкурс я пришла мысль я тут недавно пересматривался старой работы и нашел одно тестовое тестовое которое мне дали в некоем роде по знакомству потому что у меня там работа я не буду ничего говорить где может кто-то знает и дам я вам конечно не то же самое тестовое которое давали мне но я думаю если вы еще относительно начинающий сделать настоящее тестовое вам будет очень полезно на такое просто она реально простенькая она мне на него давалось два или три дня в рабочее время объем вы можете понять то есть такое надо делать за один рабочий день наверное вот задачку которая там была но она довольно интересная и единственное я сейчас понятное дело не буду вам давать никакие рефы сейчас я просто озвучу что это будет потому что тематика вряд ли изменится появится только конкретный реф работать будем по конкретному рефу на задание и соответственно я я пока не решил вот если по хорошему я считаю надо мне сделать видео как такое задание делать но я не уверен что у меня есть время это задание сделать до конца и вот поэтому я немножечко в сомнениях как лучше поступить затягивать но сделать полное видео или не затягивать но сделать обзорное видео того что я хочу увидеть от вас в челлендже с другой стороны если я буду на каждый челлендж такой делать видео я запарюсь и забью так что я пока однозначно не решил как поступить в этом плане и поэтому будем разруливать этот момент говорю решение у меня пока нет из ништяков которые нас ждут в октябре я выложил сцену клинта на которой вот использовал в анреле я думаю если вы мои смотрели мои стримы поняли насколько много я туда использовал и насколько это крутая информация и давно обещал выложить все ждал определенный момент и вот я думаю момент настал все таки мы с вами заняли заняли чего-нибудь и можно с поделиться этой самой сцены я думаю это будет полезно так и проверяю сейчас модель game content true artstation окей все проверил так чего еще вам рассказать съездил в опуск съездил в черногорию было замечательно и там нашел всякие интересные рефы я не знаю хоть где-то какие-то фотографии сохранились которые могу показать секундочку да вот смотрите давайте сейчас обсудим какие у меня были размышления на эту тему и чего я буду делать свои локации которые буду делать я еще не знаю мне препод вообще разрешит делать эту локацию или нет фотографии не супер-пупер качество но главную идею уловить можно будет значит изначально я хотел делать что-то все подождите мы с вами вернемся на страничку так сейчас я найду где-то переключение страниц вот так сейчас есть обновлю не нет не устраивайся подождите вот короче сайт дело в том что в россию завозят не все артбуки артбуки это безумно крутая штука я вам очень рекомендую ими пользоваться и вот на digital dark horse я не люблю электронные артбуки я предпочитаю все таки бумажные но эти электронные хотя бы какое-то решение если вы не можете найти нужный артбук например вот в москве вот этот артбук его нету поэтому еще я хочу есть артбуки которого канцел да ёшки матрешки а вот нам нужна страница 5 где-то сейчас видите он очень массивный по тяжести сейчас я покажу главную мысль на который начал быть собственно я буду базироваться на вот этой вселенной вольфенштайна только попытаемся добавить туда советского колорита и соответственно будет смотреть на редалерт и вот я хотел как основную сцену брать что-то вот такое и ну если вы смотрели прошлый стрим я хочу чтобы был штурм крепости ну то есть крепость в крепости видно что что там что-то светится потом из крепости сайфайный коридорчик и так далее и у меня была первая мысль сделать крепости как концепт это было бы довольно банально и плохо то есть первое что я начал делать это мысли вокруг вокруг крепости то есть я сделал 3d болванку я нарисовал какой-то концепт ну представляет он себя что-то вот такое да то есть это совсем примитивно да тут минные поля тут всякие можно показать эти три бушеты вы не превышать эту рейки а минное поле тут задник ну короче композицию брал вот отсюда просто добавлял свое и вот здесь типа сломанные ворота и там что-то светится надо отдавать себе отчет когда во первая ошибка когда я взял такой концепт первая ошибка банально второе сложно а потом я начал думать у меня нет времени для того чтобы это все настолько детально промоделивать два с половиной месяца на обучение недостаточно для того чтобы отфигачить такой объем работы я начал думать что можно сделать можно сделать начал смотреть fallout fallout очень любит вот такие бункеры да то есть что-то вот такое очень приземистая с минимальным задником то есть тут например какой-нибудь заброшенный магазинчик да то есть опять похожая дорожка но мы очень сильно экономим на этом самом бункере потом думаем что бункер окей это что-то приземистая попроще может быть исти еще к упрощению сделать что-то необычное и тут вот всплывайте сам фотографии которые увидел я увидел вот такую офигенную штуку в черногории о смотрите какая крутота но это крутота не интересно пока не покажу вам то что внутри то есть зачем нам делать бункер усложнять если мы можем сделать вот такое то сделать сюда ну то есть вот собственно сделать какие-то там ворота сюда то есть вы видите что тут все очень просто при этом все очень красиво и крут смотрится сюда можно вот видите провода идут то есть это все можно сделать x4 и постепенно увеличивать количество сайфа и так далее почему мне это еще понравилось потому что внутри там вот такая крутая штука смотрите тут идут горы бетон горы бетон это очень круто смотрится и это дает огромный простор для того чтобы ну то есть все кто рисует сайфай коридорчики рисуют вот это стандартный сайфай коридорчик до самой банальной вы найдите тонны таких коридорчиков поэтому а вот увидите ли вы часто вот такие то есть да он арочный можно подумать над формы этого самого коридорчика но посмотрите вот это сочетание бетона которое можно усайфай с горной массой это очень круто но мне это видится очень круто при этом при этом вы можете органика с сайфа с любым технологическим прогрессом всегда смотрится очень выигрышно плюс видите вот тут вот так получилось что тут есть эти люди а тут я могу собственно добавить вот этот цвет от комнаты но а комнату промоделивают там оружейная да то есть если вы помните прошлый стрим я хочу завязаться что это все базируется вокруг оружейный и мы показываем такую дикую природу в начале и постепенно постепенно уходим все больше и больше сайфай но мне кажется этот концепт может быть интересным я еще до момента обучения попытаюсь чем прессовать но мне кажется это будет хорошая идея вот собственно что будем моделить потому что фото рефы это штука хорошая и и мне понятно что я хочу да то есть к чему это все рассказываю потому что первая идея банальная и не смотреть вокруг себя думайте над дизайном и и вот был круглый банальный бункер банально заброшенное здание там ты-ты-ты-ты-ты-ты подумал несколько раз и нашел такие варианты и смотрите артбуки потому что артбуки это блин мега круто вы можете найти там тонну всяких интересных решений особенно вот с хорошим арт-дирекшеном это очень важно то есть ну короче вот арбук ульфенштайна он не эталонный арбук он очень крут но таким вещами смотрите вот грубо говоря как концепт может выглядеть я даже приближу блин они скроллятся почему-то вот странно меня в другом браузере вскроюсь ну короче вот вот эта картиночка смотрите насколько она убогая и простая тут вообще нарисованы вот вот это вот грубо говоря это реальный какой может быть концепт в продакшене то есть вот это больше этот арт-бук он вообще больше о реальных концептов и смотрите как потом происходит начинается моделить и вот это все обрисовывается то есть концептер выдает вот такое то взяли какой-то шот взяли готовые модели и потом нафтовашили прорисовали вот что-то такое то есть вот как она идет в работу очень часто да видите как она была сначала и стало потом так по конкурсу по конкурсу значит как я сказал в начале конкурс бразируется на тестовом задании которые когда-то получил значит тестовое задание было очень интересным и простым значит было оно следующее пока что только нормальное разрешение сделаю я говорю сейчас я концепты вам пока не показываю я их выберу и подумаю как подготовиться к этому делу 1920 на 1080 значит тестовое задание было следующее есть объект а есть объект б объект а представляет из себя ящичек ящичек милитарий ящик то есть военный ящик реализм и поскольку это под мобилочки шло разрешение текстур ох сейчас бы не соврать 512 кажется а может быть 256 а может быть еще меньше надо посмотреть суть в том что в текстурах вы сильно ограничены и но при этом у вас есть нормалка работаете в стандарте ну будем пибер все-таки рассматривать да то есть надо вот пибер очень сжатые текстуры то есть это никакие не и очень жесткий полигонаж полигонаж ровно настолько насколько нужно чтобы сделать нормальный ящик второе ящичек сайфай стилизация то есть вам даются референс вот на это и вот на это одинаковые требования и к тому и к тому то есть нормалка тут тоже требуется и вам надо по рефу сделать два ящика и вот говорю на это давалось 3 рабочих дня в рабочее время то есть не рабочих дня рабочих дня на это 24 часа а у вас там ну грубо говоря часов 8 вот сделать два таких ящика с довольно жестким ограничением по текстурам и полигонажу с попаданием в референс то есть это очень простое тестовое именно как тестовое но оно очень показательное плюс ко всему этому техническая часть то есть тут вот есть определенные требования к тому как должно быть оформлено например UV то есть да там правильное зеркаление UV то есть ну там мне еще делали требование на паддинг то есть на расстояние между текстурами на это я вас конечно заморачивать не буду но оно там было очень маленьким так что текстуруки маленькие вот говорю я не помню 512 или 256 короче смысл такой и думаю это будет замечательным началом для нас потому что это базируется на реальным тестам и это будет достаточно интересно я не так много тестовый делал но вот это мне запомнилось ну по моему будет по моему это хорошая мысль можете потом в комментариях или в группе написать так теперь давайте посмотрим что у нас происходит тут что я успел сделать давайте вам покажу у меня было не очень много времени но четно моделировать я все таки успел сейчас пустится ZBrush я извиняюсь что я не успел уже подретопать потому что честно вот только сегодня добил хайпойку и начал ретопать и до стрима сидел ретопал не отменяет же стрим из-за того что я не успел доретопать я вообще думал мы еще моделить будем а вот так получилось что я уложился по времени так weapon Wolfenstein Wolfenstein Bakemash вот что я успел сделать сейчас давайте нормальный материал назначим так на ютубе комментарии какие то есть а то я сейчас чатик обновлю на всякий случай может он у меня не обновлялся нет вот ничего нету вот значит вот такое вот у нас автоматик делали мы его по концепту смотрите я немножечко расскажу как у меня а я не копировал или копировал я не знаю сейчас секундочку Wolfenstein open так и меня интересует reflist я его не копировал с hard так так 3D Wolfenstein рефлист 2 меня интересует сейчас загрузится рефлист я хочу вам показать вот значит смотрите мой рефлист чуть чуть разросся я все еще смотрел на затекстуренную версию нашей пушки кроме этого я добавил еще реальный прототип потому что он нам пригодится для текстуринга и видно как многие элементы на нем сделаны и как оно все развивалось в данной пушечке так секундочку так вот значит наша пушечка тут много много всяких интересных рефов то есть нашел как называется посмотрел как перерабатывались некоторые элементы это была очень полезная информация это немецкая винтовка собственно очень интересно смотреть как вот она перерабатывалась потому что есть концепт да есть итоговый вариант есть хайполька причем хайполька тоже отличается от игрового варианта есть еще вторая хайполька это типа модификация и есть вот реальный исторический аналог если вы хотите для текстуринга вот у вас должен обязательно быть такой рефлист я вижу как люди кидают на фидбэк своей работы и я хочу вам сказать вот если вы текстурите вот без такого вы делаете ошибку то есть я никогда не начинаю текстурить нормально пока у меня не будет вот фотографий ну хотя бы такого качества где я могу смотреть вот с такой детализацией ну или вот такой детализации то есть когда вы можете посмотреть там там как оно потерто вот смотрите какие тут интересные выступы смотрите вот тут отпечаток сделан вообще каким-то мелом или затертый то есть вы это не придумайте из головы наш мозг очень легко блокирует информацию поэтому посмотрите насколько интересно может быть реализовано вот это дерево потому что оно видимо там какой-то кисточкой покрывается вообще лак выцветает очень интересно причем смотрите вот тут например есть ремень а концептеры и вот в игровой версии они это убрали и даже никак не обосновали потому что игровая версия вы никогда не видите это обремене и и вот в игре как вообще этот вид не видите вы видите вот где то отсюда и поэтому заморачиваться важно только вот видите тут самая детализированная часть это вот эта которая собственно перед以選 teen а все остальное например фонтальный вид он ну он важен потому что вы его видите на make но вот например вот этот вид вообще неважно вообще никогда не видно почти Поэтому на его тему никак и не заморачивались. Но когда текстурите, обязательно находите. Посмотрите, насколько все вкусно и интересно на этих фотографиях. Причем я стараюсь еще находить фотографии вот с разным светом. Вот это плохой свет, потому что на нем не видны вкусные блики. Это очень нейтрально. Очень много такого света. Вот такой еще худо-бедный, потому что на нем хоть как-то поверхность играет. А вот что-то вот такое мне нравится. Да даже засвеченные варианты иногда смотрятся прикольнее, потому что на них потертость бывает, ну как здесь, хороша видна. Ну и конечно, вот такое самое классное. Вот если вы сможете найти клоузапы, потому что видите, вот посмотрите, насколько крутой и интересный материал. Подумайте, почему он такой. На самом деле у металла не так много способов обработки. Металлические изделия могут быть получены литьем, они могут быть получены в результате механической обработки, они могут быть получены из листового материала, могут быть получены с помощью штамповки, механообработка, литье. Может я что-то забыл, но основное это, пожалуй, вот эти четыре. И каждый из этих способов производства будет отличаться там своими вещами. Потому что, например, штамповка дает очень красивую, ровную поверхность. То есть литье дает отвратительную внешнюю поверхность без механической обработки. Механическая обработка дает вот такие вот всякие штуки. Плюс у вас будет там покрытие. Ну, вам не нужно это все знать, но надо об этом думать. Потому что, когда вот вы делаете просто монотонную заливку вашего объекта, это очень плохо, потому что это значит, что вы не попытались даже разобраться с тем, как и почему этот объект выглядит. Вот, это немножечко слов о текстуринге. Я, правда, надеюсь сегодня успеть, но для этого нам надо доделать ретоп. А ретоп это скучно. Но ничего поделать не могу. Вот, я, например, вот тут детальки забыл. Но в этом удобство и гибкость вот этого подхода, то, что я могу начать текстурить, а потом доделать хайпольку и забейкать. Более того, я даже могу плохо... Ну, вот разворачивать плохо не стоит. Но, например, какие-то детальки потом добавить на лоу-поле я смогу. Потому что сегодня явно мы будем больше о процедурном подходе, да, то есть там выстроить основной шаблон. Так. Давайте посмотрим, на какие элементы у меня... А, ну, собственно, все, да, то есть тут... Единственное, вот с этим элементом надо разобраться. Потому что он тут совершенно не так выглядит. Давайте. Я, наверное, отобью вот эти штучки. Так, и что тут у нас происходит? Ну, давай, вот. Так, ну, тут вроде все ок. Да, то есть тут... Да, тут все достаточно близко. Что еще могу рассказать? Начал я, значит, блендер изучать. Неожиданно, да? То есть мы с вами все говорили о мода, говорили о мода, говорили о мода, говорили, и начал я учить блендера. Что я могу сказать по блендеру? Это, конечно, мне тяжело пока. Но я прямо его начал учить. И я должен сказать, плагины, которые я увидел на блендер, они меня просто убили. Потому что это что-то очень-очень крутое. Я прям всем сейчас рассказываю, как крутой блендер. Потому что я пока еще, говорю, только учусь. На нем работать. Я сейчас буду рабочую задачу делать на блендере. Но это очень круто. Серьезно, те вещи, которые я в нем увидел, я не понимаю, как такое... Ну, то есть вот очень многие... Знаете, это такая очень спорная ситуация. То, что многие говорят, не заморачивайтесь о софте, потому что художественные скиллы важнее. Я согласен, что художественные скиллы важнее. Но, когда я увидел, что есть софт, который позволяет мне задачу решать раза в два быстрее, чем я их решаю, очень большой вопрос, имеет или не имеет учить новый софт. Поэтому надо находить какой-то компромисс между вот этими двумя моментами. Потому что мне не все нравится в блендере. Далеко не все. Мне очень многих функций не хватает. Но, говорю, это вот держаться за 10% скорости ради 50% скорости. Я реально не променьшаю, мне кажется. Ну, я еще не поработал достаточно. Я пока только поверхностно сужу. Но там, ну вот начиная от вот этого шейдера, да, там есть еще покруче вещи. То, как он умеет работать с буллями, это с помощью плагинов. То есть надо понимать, что блендер не работает нормально без плагинов. Вот это вот важный момент. Так что, возможно, когда-нибудь на стримах появится еще и блендер. Когда-нибудь. Пока не понятно когда. Но посмотрим, как у меня пройдет эта рабочая неделя. Вообще, задавайте вопросы, а то я 3+, 3+. А я говорю, у нас сейчас пока что увлекательный ретоп. И во время ретопа что-то интересное рассказывать довольно сложно. Так, давайте я вот этот Забиас уберу пока. Потом его нужно будет вернуть. А в целом я стараюсь сейчас с полигонажем не экономить, потому что... Ну, это боком выйдет. То есть на шутерных пушках не пытайтесь выезжать только на нормальках. Даже в нормальных серьезных проектах на пушке дают реально очень жесткий полигонаж. Там 20, 30, 50 тысяч. Ну, потому что оно того стоит. Потому что на нормалках это все не выезжается. Ну и вы должны понимать, что там используется система лодов. То есть если дается 50 тысяч на... 50 тысяч это основному виду, то на основные, понятное дело, там все будет существенно меньше. Урагов будет существенно меньше. Так, вроде как сделали. Так, выбираем теперь вот эти фейсы. Так, клон. Apply. Nope. Сливаем это дело вместе. И поехали дальше. Только не transform, а... Так, только надо выбрать, чем клонировать. Обучение вроде как у меня начинается с 11 числа. С этого момента, наверное, снова вернем по два стрима. Пока ничего обещать не могу. Два стрима, если честно, тяжело дается. Так. А, нет, нижняя часть нам не нужна. Так, давайте сольем это все дело. Давайте посмотрим. Мы что-нибудь забыли? Вроде ничего не забыли. Тут вроде все хорошо. Посмотрим, как оно бейкаться будет, конечно. Плюс я... Это не финальный mesh. Я все еще закину в майю, потому что мне не очень нравится, как 3D Code делает зеркало. Вот такие вещи я все-таки предпочитаю делать в майке. Ну, вы могли это видеть на моих стримах. Так, тут разобрались. Тут вроде все ок. Но вот здесь не ок. Вот как бы нам с вами этот вопрос-то решить? Если мы сделаем вот так, будет плохо? Да, будет плохо. Но мы можем с вами выключить вот эту галочку автоснепа. И надо будет, конечно, все-таки когда-нибудь подтянуть несчастный 3D Code. А то уже пора. Столько, блин, в нем базовые функции делаю. Ага. Хотим ли мы здесь вот оставить полиг... Кстати, вот здесь еще проблема, потому что вот эту часть игрок видит. Видите, вот за это я иногда не люблю код. Потому что, блин, хрен поймешь, вот куда он мне... И главное, почему кидает туда. Давай. Так, точечку дай мне поставить. Спасибо. Так, окей, это сделали. Так, тут мы все отзеркалим. Тут все у нас будет хорошо. Тут вроде тоже все будет хорошо. Нет, не будет. Так, давайте посмотрим. Да, тут нам надо подуменьшить вот эту штуку. Select. Face. Transform. Вот так вот. Вот с этим мы хотим что-то сделать. Но вообще, да, надо бы... Надо бы чуть-чуть... Подвинуть эти фейсы вперед. Так, для этого надо выключить хайпольку. Я надеюсь... Я не помню, сколько мне еще нужно было. Я очень многое успел сделать. До стрима. Так, select. Фейсы, пожалуйста. Вот эти фейсы. И трансформим их чуточку вперед. Четчик-то такой молчаливый. Люди вроде есть. Комментарий, их нет. Так, давайте смотреть. Так, прицел. Unhide. Maxim's. Unhide. Так, вроде... Вот здесь ерунда какая-то. Ага, тут вот такая ерунда. Окей. Давайте поправим. Ну, давай. Ну че, двигать будем? А. Да не, вроде все правильно. Brush же. Select. Нет, нам нужен... Brush. Да, вот он пошел. Нет, че-то не то. Че, подождите. Почему она так себя ведет? Я не могу понять. Ага. И, наверное... А, все понятно. Я автоснаб не включил. Все, вот сейчас все поправим. Как я говорил, скорее всего, мне часть вещей придется... Так, ладно, это в майке поправим. Блин, тут надо просто полигончиками поработать. Вот здесь вот еще лучше бы вот эту штуку поправить. Тут вот так вот не должно быть. Тут надо будет сделать бридж. Но бридж мы опять-таки сделаем в майке. Мне абсолютно не понравился бридж в блендере. Я, может, конечно, что-то неправильно в нем понял, но бридж в нем какой-то просто ужасный. Просто он абсолютно неконтролируемый. И это меня расстроило. Вообще, тяжело... Ну, не знаю, мне... Мун спил доброго вечера. Короче, сложно переходить на новый софт, на самом деле. Даже несмотря на то, что я довольно гибкий в этом плане, мне оказалось это сложнее, чем я думал. Я все равно перехожу. Я... Ну, не упираюсь рогом. Но вот когда тебя лишают какого-то инструментария, это, блин, жесть. Так, рукоятка сделана. Фронтовая часть сделана. Главный корпус не сделан. Вот, вот эту часть мне надо отретопать. А, ну, собственно, у меня названия-то все есть. Давайте смотреть. Это, это 3D-код. У меня он основной на ретоп. На ретоп, на UV у меня 3D-код. Ну, и на handpaint, который изредка я делаю. Так, давайте смотрим. Прицел сделан. Рука сделана. Фронт сделан. Ботом сделал. Ботом. Ботом, ботом, ботом сделал. Рот сделан. Вуд сделан. Миск не сделан. И вот эта длинная штука, это что у меня? Ага. Это ботом металл. Тоже сделан. Короче, не сделан только мейн и миск. Все остальное мы с вами сделали. Так, давайте гасим. Объясняю, почему не майка или топоган. На самом деле майка хуже. То есть тут сразу говорю, мне больше 3D-код нравится, чем майка в плане ретопа. И уж точно в плане UV. Я знаю, что сейчас в 2018 подтянули, но 3D-код умеет сразу и то, и то. И это очень круто он делает. Квадро. Конечно, прикольная штука, но тут, по сути, есть то же самое и быстрее. Ну, то есть мне 3D-код просто... Майка мне нравилась меньше, короче. Топоган мне показался менее логичным. То есть вообще я считаю их примерно одинаковыми. То есть если мы обсуждали с коллегами довольно много раз этот момент, то что в целом топоган и 3D-код, то есть кому-то нравится одно, кому-то нравится другое, но в целом одна фигня. Вот, собственно, вся причина. То есть просто мне понравился больше. Я попал и топоган, и майю, и 3D-код. Я становился на 3D-коде, потому что мне он понравился больше. Так, вот это проблема. А, нет, вот этот кусочек, вот он. Значит, меня интересует вот этот кусочек. Ага, давайте я открою сейчас еще одну майку. Мне нужна старая сцена. С другой, с другим кусочком. Оттуда сейчас выдерем кусок. Значит, нам нужен с вами вот этот кусок. То есть те, кто смотрели мой стрим, знают, что я вот работаю таким образом, оставляя в какой-то момент старые болванки, чтобы ретопать было чуть побыстрее. Но вот здесь я забыл вот этот кусок болванки оставить. Это мой косяк, конечно. Я сейчас, конечно, отсюда как-нибудь Edge поудаляю. Может быть, станет попроще. Но я тут кидал Bevel без модификатора, да, и все, привет. И да, тут еще некоторых кусков нет. Но мы с этим моментом сейчас разберемся. Нам главное вот это. Вот это наша основа. Вот это, если что, заново сделаем. На самом деле, это простой кусок. Давайте скомбайним его и сохраним. Это у нас Export Selection. Export Selection. А, Main. Это главное. Главный кусок пушки. Я всех приветствую. Количество людей увеличилось. ПТЗ, да, тебе придется заново написать. Я не смогу перевести. Так, на Твиче есть люди, но молчат. Так. Можно ли менять цвет сетки как в какой-нибудь Максе? Честно, может быть и можно. Но я об этом не знаю. То есть я вообще в нем никогда не включал цвет сетки, поскольку он мне именно для ретопа. Наверняка можно. То есть я на самом деле 3D Code в этом плане знаю очень плохо. Я его знаю ровно для тех функций, которые я делаю. То есть когда там надо что-то сделать, я просто беру и правлю в майке. Потому что документация по коуту, она оставляет желать лучшего, мягко говоря. То есть... Так, что-то я заболтал сам. А, в майке? Слушай, хороший вопрос. Я тоже об этом не задумался. Я знаю, что можно в слоях. Это то, что отражается у тебя как на фоне. Вот если слои покрасить, оно там рисуется по-разному. Если в качестве референс-меша, а вот именно вот такую сеточку, наверное, можно в настройках. То есть все-таки это автодеск. И вот чем-чем он точно занимается, так это вот этим вот извращением. Хайлайт. Вот можно изменить цвет. Где это может быть? Интерфейс. UI elements. ViewCube. Help. Я не вижу тут wireframe. Надо посмотреть. Может быть и можно. А может быть и нет. Я просто не задумался об этом моменте. Все цвета можно менять в преференсах. Все, ответили. Просто никогда даже не задумывался об этом. Что я хотел сделать? Я хотел сделать select vertical. verticals и хотел сделать их рамочкой. И вот так вот. Я еще не знаю, где я какой полигонаж буду давать. Этот вопрос еще мне предстоит выяснить. Так, вот этот вот кусочек у нас более-менее. Так, не хватает вот этого кусочка. Вот для этого мы откроем нашу старую сцену. А, смотри. Тут решается это другим способом. Насчет сделал, не сделал. Тут есть вот такая штука, как слои. И видишь, у меня есть, например, done high poly. Так, я все просто удалил. Но, например, есть hard mesh layer. О, hard mesh layer. Видишь, я могу включить, выключить. Могу сделать его в режиме transparent. И тогда, в зависимости от настроек... Блин, он должен был... В какой момент он включает этот цвет? Мне казалось сейчас... Вот. Видишь, он мне начал украсить другим цветом. То есть, для таких вещей используются в майке слои. Это, наверное, одна из самых удобных фич, которые я использую. То есть... И вот тут у меня всегда есть mesh, который у меня, грубо говоря, основной. Да? Который я потом буду использовать для retop. То, что я сделал от high poly. Ну, короче, вот. Я вот таким образом работаю. Там, по-хорошему, надо в отдельный слой еще скидывать... Это... Reference image. Ну, короче, вот это очень крутой способ контроля. Я его очень полюбил. И он у меня практически часть моего пайплайна. На мой взгляд, это достаточно удобно. Так. Блин, заболтываюсь и перестаю работать. Но, с другой стороны, когда вы спрашиваете, все-таки веселее. Ой, господи, как она лагает, если включить вайрфрейм. Так что давайте выключим. Я надеялся понять, где у меня что-то находится. Но что-то не очень успешно. Так, я все-таки хотел открыть свою старую сцену. Потому что у меня там должен валяться кусочек. Который мы можем заиспользовать. Weapon... Нет. Не-то открыл. Так, давайте вот этот кусок. Его надо все-таки немножко... Так, нет. Select. И не select, а face, пожалуйста. И transform. Вот как-то так. На самом деле, вот у него можно спокойно удалить нижние полигоны. Потому что они вообще ни на что не повлияют. Можно сделать... Блин, вот я не знаю. Хочу... Вот на самом деле, вот такие вещи... Но у них... У них это запечено. Вот эти выступы. Полностью удалять все полигоны не хочется. Прямо чтобы... Хочется сделать луп. Давайте сделаем лупы. Для этого автоснэк просто выключим. Сделаем луп здесь. Луп здесь. Выключим это. И удалим... Delete Polygons. Просто объясню, для чего я это удаляю. На самом деле, это не для полигонажа, а для уменьшения... Текстур... Ну, текстурную развертку экономим. Потому что это не тот момент, на который нам нужно где-то тратить. Так, вот здесь будем ручками отбивать? Или все-таки попытаемся что-нибудь найти? Так, все. Wolfenstein, Wolfenstein и Rifle 46. Сейчас грузится. Пока грузится... О, загрузилось. Вот, собственно, что у меня в мейке. И вот здесь мы сейчас с вами заберем некоторые куски. Вот с некоторыми кусками, видите, я допустил ошибку. Я не сделал никаких их резервных копий. Вот у меня... Вот эти кусочки... Я что-то про них забыл. А надо было, конечно... Блин, не. Пока я вот все эти фаски сменю... Обычно вот я сохраняю. А что-то... А, нет, стоп. Или сохранил. Нет, не сохранил. Вот этот прицел сохранил. Кстати, я его в ритоп, кажется, не вынес, да? Да, кажется, его... Он мне в миске, да? Да, он мне здесь. Он нам еще пригодится, этот прицел. Ну, короче, значит, руками отфигачиваем. Мне кажется, это будет быстрее всего. Больше трепемся, чем делаем. Так что, мое знакомство с блендером еще откладывается. Но все-таки для окружения я пока оставлю майю и дома будут работать все-таки больше с май. Пока не переубедил меня блендер окончательно в этом плане. Так, вот здесь вот архинея полная, да? Вообще, наверное, снесем вот этот меш. Мне кажется, его перелопатить будет проще, чем использовать заново. Так, вертиклс и выбор, пожалуйста, мне вот такой. Так, и вот... Э, а зачем ты мне выбираешь вот это? Я сказал вертиклс. То, что рамочкой. И поехали вот сюда. Замечательно. С этим моментом решили. Надо только подвинуть еще вот эти вертиклы. Что вы думаете по поводу конкурса? То, что я озвучил. Ну, в смысле... Я, блин, не знаю, как это назвать. Конкурс — это неправильно. За конкурс должны быть призы какие-то. А у нас только фидбэк. Вот тут, видите, еще вот грязь какая-то появилась. То ли от десамейта, то ли еще. Ее надо бы вычищать. Вообще, сегодня задумался на эту тему, что надо не сковывать себя в том, чтобы что-то переделать. То есть, если вы видите, что надо что-то перелопатить, лучше это переделать. Особенно в харде. Потому что мягкие грани — это все сразу видно. Я, конечно, проверю, сделаю бейк такой пробный, но я чувствую, что часть элементов я буду хайпольных переделывать, потому что они, ну, либо состыкованы недостаточно аккуратно, либо они грязные просто. Не надо вот с такими вещами смиряться и говорить, и так сойдет. Не сойдет. Особенно палиться, когда вы плохо печете. Вот не знаю. Ну, то есть, у меня же все-таки со временем начинает расти уровень, и я начинаю смотреть немножко на другие вещи, на которые я раньше не обращал внимания. И вот всякие такие оплошности с бейками. И с дизайном элементов, то, что там втыкаются элементы, просто втыкаются элементы, в это все начинает бить по глазам очень сильно, и на это начинаешь обращать внимание. Да, блин, я чувствую, что мы сегодня чуть ли не всю трансляцию ретопить будем. Сорян, честно, хотел начать текстурить. Так что давайте воспользуемся и спрашивайте меня свои вопросы активно. Активно, как никогда. Я лучше поотвлекаюсь в фотошопе, чем прессую, пообъясняю, если есть какие-то моменты. Вот за это ретоп, конечно, блин, на ретоп реально иногда надо вводить очень много времени. Не самая интеллектуальная работа. Но не могу сказать, что он меня прям бесит. Так. Нет, я говорю... Кирилл, спасибо большое. Да, я тоже очень обрадовался. Вообще, я вчера... Ну, так, скажем так, с одной стороны очень хотелось получить, с другой стороны мысленно был готов не получить, потому что классных работ было много, и можно было вполне не попасть в список. Да, все-таки есть к чему придраться в работе. Может быть, что-то можно было сделать лучше, 100% можно было сделать что-то лучше. Но очень приятно. Но очень приятно. И ачивочка. Еще меня позвали писать статью на 80 левел, и я чувствую... Я уже начал писать, так что ждите со всякими моментами. Хотя вы, скорее всего, в стриме смотрели, и почти все и так и знаете, но некоторые моменты я постараюсь дополнительно осветить, рассказать. Кстати, я просто это делал не быстро, особенно, когда ты работал по этому направлению. Я там язык вычищаю, стараюсь информацию интересную дать. Не знаю, нужно... Может быть, сделаю русский отдельный вариант с переводом, если там никто не будет против. Так что, вот, будем стараться. Буду, короче, использовать удачную работу по максимуму. Но следующая работа должна быть еще круче. Я искренне на это надеюсь. Потому что, во-первых, я на нее отведу больше времени. Рашить я буду... В смысле, в таком же жестком режиме собираюсь ее делать. Может, не прям так... Хотя, на самом деле, на конкурс я не занимался вот этим вот извращением не спать и так далее. ПТЗ. Я буду тебя ПТЗ называть, поскольку произносить то, что до этого, я боюсь ошибиться. Я в итоге приползаю на блендер. Как я сказал, так получилось. На самом деле, очень легко обосновать, почему я в критичный момент выбрал блендера, а не моду. Потому что на моду надо на работе выбивать. Он все-таки не бесплатный и даже не дешевый. А преимуществ он мне таких не даст. И я начал копать блендер с плагинами на него. Офигел. Начал плакать, почему такого нету в мае. И начал учить блендер. И вот в отпуске... Я его в отпуске не так, чтобы много потыкал. Все-таки я был... Впервые за долгое время в нормальном отпуске. И решил, что нефиг заниматься извращением. Но могу сказать, что там много фич. Именно плагиновских. То есть в родном блендере ничего нет того, чтобы меня убедило перейти. Но вот плагины платные. А, и да. Я купил. Я купил его. Я расщедрился. И теперь у меня есть HardMesh. Хотя бы дома на работу. Конечно, там у них нет никаких приносных лицензий. Поэтому HardMesh у меня только один. Но я его все больше начинаю использовать. Я понимаю, как его правильно использовать. Плагин слишком классный. И мне он очень нравится. Для многих вещей. Не могу сказать, что я согласен полностью с его ценой. Я считаю, что все-таки полтинник был бы его красной ценой. В смысле евро. Но ладно. Там страна производителей Switzerland, кажется. Ну, короче, это и там то ли швейцарь, то ли шведы. Короче, и там, и там жизнь не дешевая. Поэтому плагин, видимо, столько стоит. Как я рад, что мне не пришлось на конкурсной работе заниматься вот этим. То есть, ладно, ретопить пушечку. Ну ладно, хотя не, я вру. Я ретопал эти автомобили. Я там далеко не все авторетопом сделал. Там пришлось и ручками посидеть. Причем на автомобилях я попробовал два пайплайна. Один чисто полигональный. А другой я довольно много раз подглядывал. Это типа через ZBrush. В том плане, что болванка накидывается в ZBrush. И потом ты ее ретопаешь. Потом снова, грубо говоря, моделишь. И потом снова, если что, ретопаешь. Ну, то есть, общие формы поймать. И потом это отретопать, чтобы это было жесткими всякими гранями и так далее. И не могу сказать, что мне этот пайплайн не понравился. Он мне понравился, он дает очень хороший результат. Именно для таких сложных дизайнерских вещей, когда вы работаете по концепту, прям удобная штука. Может, звучит, конечно, сомнительно, то, что двойная работа. Но я не уверен, что двойная работа. Мне понравилось. Я этот пайплайн видел до этого. Не один раз. И если будете ваять что-то такое, и вы с хардой... Ну, то есть, как я, например, не делали машины, я вам советую идти через такой путь. Потому что все-таки в ZBrush поймать основную форму существенно проще, чем в полигональном моделировании. На тачке какие-нибудь. Давайте пока обсудим, чего по полигонажу и вот по всяким таким вещам, по ритопу, что вам нужно знать и что надо учесть. Смотрите, сейчас я включу все, да. Что мы за ритополи? Значит, полигонаж он мне сейчас не напишет, интересно. Вот фиг знает. Если тут всего 5500, это адово мало. То есть на пушку спокойно можно ориентироваться, что там 1020 вообще спокойно... Ну, у нас тут еще добавится, но... Говорю, тысяч до 50 я бы воспринимал абсолютно спокойно. Другое дело, как вам надо это дело разворачивать. Разворачивать надо где-то... Это получается у нас 3 четверти пушки. То есть вы разворачиваете одну сторону, разворачиваете центр, другую сторону вы не разворачиваете, вы ее используете с зеркалом. Практически всегда, потому что... Ну, кроме каких-то дополнительных элементов, дополнительные элементы вы можете вырезать. Дальше, как я много раз упоминал, не пытайтесь выезжать чисто на нормалке, потому что нормалка плохо работает под определенными углами. Вот под таким углом... Вот тут, например, есть цилиндрики. Я их буду отбивать геометрией, потому что под таким углом они будут реально плохо работать, потому что нормалка основана на том, как она отражает свет. А под таким видом вы, по сути, не видите отраженного... Не подскажешь, каким пресетом экспортируйте Substance в More Mass Set? Смотри, на мой взгляд, самый удобный пресет. Кстати, да, поиграл в Cuphead. Cuphead офигенный. Я надеюсь, что никогда мы не скатимся с вами до игр на стриме. Но... Кто его знает? Сейчас Substance запустится, я покажу. Короче, самый мой любимый, это пресет Unreal Engine для More Mass Set. Мне он нравится больше всего. Сейчас запустился, Substance? Запустился. Сейчас откроем. У меня есть что-нибудь простенькое? Ну вот, есть. Да, я сейчас еще одну из своих рабочих моделей все пытаюсь доделать для полноценного текстуринга и рендера и там вот... Там в куче текстурных сетов, там, типа, графиней. Ну, тут не лучшее, ничего не доделано. Ну, короче, вот. И... Значит, вот. Unreal Engine Pact он экспортирует три карты. Эти три карты это Base Color, Occlusion, Roughness, Metallic и Normal. Ну, еще и миссер. Значит, Base Color уходит в диффузу. Дальше нормалку надо инвертнуть. Там есть такая галочка инвертнуть, Y-канал надо будет инвертнуть, потому что Marmoset работает на OpenGL, а... Евгений, спасибо большое. Спасибо. Я очень рад. Потому что Unreal Engine работает на нормалках DirectX, а Unity и Marmoset они на нормалках OpenGL, и поэтому нормалку надо будет инвертнуть. Occlusion, Roughness, Metallic это надо будет разный канал назначить разным. Значит, Occlusion это красный канал, Roughness это зеленый канал, и Metallic это синий канал. Соответственно и, соответственно, Metallic синий канал, и в Marmoset есть соответствующий пресет, который нужно использовать. Сейчас я его покажу, раз уж спросили, сейчас объясню. Значит, PTZ, не практикуешь так, в Hard Surface используют Low Polk для базы High Polk. Когда есть возможность, очень рад использовать. Я даже об этом думал для танчиков, но я решил, что не стоит, чтобы не было ни у кого вопросов. откуда взята High Polk и так далее. Конечно, это круто. Это экономит время. И если концептер, ну то есть, в реальной работе, какая именно, где полукруглая. вот эта часть, она и должна быть такая. То есть, она видео... Ну то есть, вот смотрите, то, что оно все такое сейчас скругленное, это вот не просто так. Это вот я столкнулся с тем, что вот такие мыши, вот такие скругленные, это важно для запекания. То есть, это вот с таким количеством круглых фасок, видите, тут по сути чистый скульпт, ой, ну чистый моделинг был изначально. Все это сделано, там я добавляю Dynamesh и Clay Polish. Это все нужно только для того, чтобы это нормально запеклось. Дело в том, что даже вот такие вот более мягкие фаски будут выглядеть в запеченном состоянии лучше, чем жесткие. Ну и да, тут на самом деле я буду, я скорее всего буду там какие-то детали переделывать, но после того, как я вот это запеку, посмотрю, как оно смотрится и сделаю для себя вывод. Так, я запускал Marmoset. Вот, тут есть вот такой пресетик, Unreal Engine Template, вот, и сюда нужно выбрать нормалку, сюда выбираем, у меня валяется что-нибудь, у меня что, light этот валяется, вот, выбираем Occlusion, Rathnos Metallic, тут назначаем зеленый канал, на Metalness назначаем Blue канал, включаем Occlusion, выбираем эту карту и назначаем ей R-канал. Нормалку выбираем, нормалку я сказал, ну что же, кривой-то такой, тут делаем Flip и тут Albeder, вот, вот так вот выглядит вот этот пресет, и так его надо втыкать в Magmoset. Короче, моделинг харды под запекание не то же самое, что именно вот такое, даже не просто запекание, а такое лоу-польное запекание, это немножечко не то же самое, что просто моделить. Ну и да, я говорю, если меня, у меня сейчас скорее всего многие моменты не устроят, я буду их перемоделивать. Сейчас у нас пока медитативный момент ретопа, ну и понятное дело, вот такие отверстия, вам никто, скорее всего, не даст возможность да, без проблем, это такой важный момент по мормосету, часто он возникает. Я тоже в какой-то момент бился, потому что нормального пояснения нигде не было. Вообще, у 3D-кода есть более хороший режим вот для таких вещей, которые я сейчас делаю. Даешьки на трешки. Блин, реально, не успеем затекстурить, вот же скотство. Сорян. Что-то я немножечко не рассчитал. Вот за это я не люблю, короче, ретопать танки. Вот если ты там вот такую фигню сделаешь, не сохранишь себе нормальные эти пресетики, какие-нибудь, ты потом просто умираешь. Именно на ну, то есть на хорошем уровне ретопа это сделать, ты просто такой и начинаешь это ретопать, там все эти колеса, в колесах тебе надо оставить все эти гаечки, а если ты их там как-то снес и так далее, из зебраж ты нормально уже там, не дай бог, ты это задейномешил там, короче. Так, окей. Скорее всего, причем я снесу такое количество лупов, вот сейчас вот я вот сделал такое количество лупов, а оно, блин, не нужно. Можно сделать было все, блин. Ах, вот это же надо было так наступить, ладно. Просто такой кран. Вот зачем я всем этим занимался, если я мог сделать просто бридж сюда и бридж сюда. вот нафига. Ладно. Короче, думайте, что делаете. Причем я решил, что не буду отбивать отверстие, но при этом нафигачил просто бесконечное количество лупов, как будто я сейчас булина буду делать. Ладно, будем считать медитативный процесс. Все ради вот этого момента. Так, ну ладно. И сносим теперь все эти, блин, лупы, которые нам оказались не нужны, понятное дело. Эй. Да, делит эджис. Поехали. Жесть, ну нафига это все отбивал-то. Говорю, говорю, отбиваю, отбиваю. Вот здесь пусть будет. Я вообще за такой подход в моделинге итеративный. То есть, типа, сделать, посмотреть, как оно выглядит, сделать выводы. Если не нравится, там, переделать. Может, это и неправильно. Иногда ждут от тебя сразу работ на чистовую, но это не очень эффективно, очень часто бывает. Ну, может, я не прав. Так, вот здесь видим, что у нас вот это ерунда. Я не уверен, что я хочу это... Я не знаю, как лучше запекать это будет вот с таким скосом или с таким скосом. Может быть, я сделаю, что скоса нет. Может быть, я сделаю, что скос будет. Лучше, конечно, всегда запекать, что это будет повыше, но это всегда может поправить потом. Сейчас я хочу просто все гео нафигачивать. Ну, точнее, половинку. Как я говорил, зеркалить я буду в мае, потому что мне не нравится, как зеркалить в тренд-бокоте, оно как-то очень странно. Очень странно зеркалится. Так, вот здесь, что мы будем делать? Тут мы будем с вами делать следующее. Вот эту часть мы с вами зашиваем, потому что явно у нас тут будет просто окклюжен. Не будем мы это отбивать, геометрия никакой. Соответственно, так, нет, это немножечко дофига. Так, и давайте transform. Поехали вниз. Поехали вниз, да? И вот здесь едем чутка вбок. и вот этот последний. Тут давайте этот vertical. Эй, это сайф, окей. Vertical, иди сюда. Че, какое ваше мнение о конкурсе? о нашей работе? Кто там что позанимал? Подождите, я пока отвечу тут. Ваше, ваше экспертное мнение, как говорится. мне очень понравилось, конечно, третье место. Не знаю, мне вот по стилю оно, ну, и про второе место, вы знаете, я не очень, не вдохновился я им. тогда ведь пока выключим все стандарты. Все стандарты нужны. когда следующий, вот это вопрос сложный. На самом деле, раньше-то они его проводили вообще чуть ли не раз в год, да, сейчас они провели с периодичностью чуть ли там не в три месяца между ними. То есть, я думаю, может быть, под зиму что-то устроят именно там в начале в декабрьские праздники. Не знаю, когда они устроят. Следующий, мы скорее всего пропустим. Я хочу немножечко передохнуть именно от челленджей. Кстати, вот довольно интересный факт, что в окружении стилизации было очень мало. И все, кто делали стилизацию, вот этот вот концепт с рожей, никто не занял никакого места. Может быть, поняли, про какой концепт я. Его, какого-то китайца, ну, давайте, не будем расистами, азиата. Азиата там какого-то. Персонажей, ну, то есть, насчет, почему делать в персонажах стилизацию, это давний момент, потому что стилизацию легче выехать на дизайне, то есть, потому что реализм занимает больше времени, чем стилизация на выполнении. И вы можете сосредоточиться больше на артовых вещах, на дизайне, вместо того, чтобы заморачиваться. Ну, например, даже посмотрите, третье место, там человек делал не очень долго, и он смог сосредоточиться на, там, на композиции, ну, то есть, на других вещах. Ему не нужно было тратить время на отрисовку, потому что у него там отрисовка вообще заливочная, простенькая. Поэтому стилизацию очень любят персонажа, потому что вы очень сильно экономите время, которое на конкурс, очевидно, у вас не так много. Это еще давно объяснял, я помню, у Вани, причем еще там по первым конкурсам на рендер.ру, почему там многие делают стилизацию, причина очень проста. Я просто не хочу делать стилизацию, если честно, я бы на конкурс, если вы там в первый раз участвуете на конкурс, делайте стилизацию. и это существенно более халявный способ. Ну, то есть, если вам интересна стилизация. Я просто уже стилизацией нафигачился так, что нет, спасибо. Мне кажется, я из своих работ по стилизации уже могу свои все домики собрать в одну сцену и сделать, и у меня уже будет готовая сцена, просто нарисовать три горы, три горы, и воткнуть на них три моих домика, которые я рендерил в V-Ray, они отлично отрендерятся в Unreal с навыками текущими, и будет просто халявная локация на LuckyNard Station. Вот то, что сейчас происходит, то, что вот у меня тут идет вот такой стык, это не очень хорошо, это не критичный момент, но не очень хороший. В идеале, конечно, сделать следующее, это значит. Как я говорю, почему это все нежелательно, почему на это не забивать и так далее, потому что текстурное пространство. Полигоны, фиг с ними. На самом деле, не полигоны жалко, жалко то, что у вас будет лишний кусок незанятого текстурного пространства, который будет занят просто грязью какой-то. Вот так намного лучше. Потому что тут у нас идет стык пушки, тут не видно, что там будет. Вот, кстати, вот это тоже будет не видно, да или нет? Вот это не уверен. так. И мне вот честно говорю, мне очень жалко, что Марик, которая делала вот эту сцену в этом, в чем же в CryEngine не заняла никакого места. Блин, вот у нее настолько красиво, артово сделано. Да, там, может быть, у парня, который делал эту же сцену в Unity, она сделана прикольней, но у нее сделано тоже очень круто. У нее сделано это в реал тайме, ну то есть у нее эту сцену не надо запекать и ей, блин, дали всего лишь Honorable Mansion, хотя я считаю, что она достойна третьего места, но я думаю, ей не дали... Ну, тут на самом деле объяснимо, ей не дали третье место, потому что, в смысле, не дали никакое место, потому что было бы в топе одинаковой работы. Ну то есть, я думаю, причина в этом. Ей просто не повезло, что оказался парень, который сделал круче нее эту же сцену. Это вот главный косяк. Но объективно у нее уровень не уступать второму месту точно тому, что она сделана. Ну и забавно, сколько там этих артистов из Ubisoft участвует и занимает места. Но я не вижу в этом ничего плохого. так, давайте смотреть. И вот мое субъективное мнение, или объективное, как правильно, что свой дизайн он тащит больше, чем те, кто работали по концепту. Потому что, если вспомнить прошлый челлендж, люди, которые работали по своим дизайнам, тоже заняли там места. Тут заняли второе и третье места люди со своим дизайном. Ну, то есть, первое место, да, там и в этот, и в прошлый раз заняли люди, которые работали по концепту. Но, тем не менее, второе и третье места, как вы видите, хотя объективно у них работы технически, технически не самые сложные. Короче, качайте дизайн, будете красавчиками. Легко сказать. Так, вот здесь у меня еще, да, зазорчик. И тут надо еще полигонов, на самом деле, добавить. Так что, вот тут вот можно не жадничать. Да, и тут замкнул. Короче, в следующий раз участвуем через челлендж. То есть, я думаю, следующий челлендж пропускаем и через челлендж снова будем вписываться. Ну, я думаю, если ничего не изменится там. Я не хочу забивать, мне челленджи очень нравятся, если тема хорошая. Потому что, я честно, изначально хотел делать что-то более сайфайное, но все-таки проникся темой. Так, вот давайте тут решим, хочу я тут отбивать или тоже хочу тут замкнуть. Кто-то черт знает. Вот это, наверное, на нормалках выездить. Все-таки это довольно далеко от пушки. Пушка у нас вообще где-то тут. Да, давайте. Вот эту штуку будем на нормалках вытаскивать. И давайте все-таки вот здесь сделаем так, да, все-таки тут игрок видит, да, то есть тут крен с ним, игрок не видит, поэтому тут можно было замкнуть, а вот здесь сделаем по-человечески. Тогда тут надо будет, кстати, сделать еще один слой хотя бы немножечко полигончиков. так, как бы нам только лучше поступить, дайте подумать. Давайте сделаем вот так вот. И вот так вот, да, да, потом я сделаю экструд. Вот в этом, конечно, минус брать крутой концепт, потому что его, блин, берут тонны людей, но меня не смутило то, что в мой концепт взялось много людей, потому что я знал, что мой концепт сложный, и я чувствовал, что многие на нем посыпятся, собственно, что и произошло. На самом деле, в один момент, мне кажется, даже я мог посыпаться на этом концепте. Наверное, только контакт, ну, то есть фидбэки, там, ну, постоянная работа позволила мне не скатиться, потому что свет очень сложный был, прям очень сложно. И то, если сравнить мою работу и концепт, все-таки есть важные различия, как в цветовой гамме, то есть у нас более зеленоватая, у него более синеватая, у него более насыщенная дымка, мне кажется, и все-таки нам пришло, мы убрали людей, да, которые, что тоже сыграло важную роль, потому что пришлось придумывать свою собственную историю, с другой стороны, мы придумали собственную историю. это важный момент, который, мне кажется, сыграл в плюс. Так, вот тут, наверное, аж вот до сюда бахаем. единственное, блин, что меня в своем роде раздражает, что environment, он, короче, вообще в самом конце статьи, ты скроллишь, 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 и оно, блин, только в самом-самом конце, ну, блин, ну, локация, игроки бегают по локациям, локация, это, блин, почти самое важное, а там всякие мэтт-пейнтинги, блин, выше. Короче, у меня от этого негодование. Конечно, понятное дело, что это мелочь, но, тем не менее, где уважение? Че еще вам рассказать? По работе трудимся вовсю, скоро выпустим, нет, мы еще, могу я об этом выговорить или нет? Ну, короче, работаем над новой картой, но это и так известно. Интересно работать, но, конечно, делать карты, это именно продакшн, именно с геймдизайном, это жесть, это настолько долго, просто даже в рамках нашего проекта это получилась очень большая работа, хотя у нас сроки довольно, ну, короче, мы довольно оперативно все пытаемся делать, потому что у нас не особо много времени на разработку контента, и, тем не менее, у нас вышло очень долго. Так, вот я не знаю, чем сейчас все закончится, но давайте посмотрим. Так, эджи мне, пожалуйста. Потому что у 3D-коута очень странный экструд, у него очень много всего странного, легче сказать, сколько у 3D-коута нет странного. Давайте free экструд. А, вот как-то. Да, это нормально. Так, вот будет это нормально смотреться? Сейчас я работаю мышкой. Так, конечно, только планшет. и в моделинге я тоже работаю мышкой, я не приучился на планшет, мне больше нравится мышка. Я вообще за клавиатуру, и даже в 3D-коуте, в ZBrush, я все равно, мышкой, понятное дело, не работаю, но вот многие любят всякие эти поп-ап менюшки, да, всплывающие, я не люблю, я все фигачу на горячих клавишах, мне вот там, причем на дефолтных горячих клавишах вот эти все кисточки RR, BS, мне это все очень удобно. Не знаю, видимо, потому что я в один момент очень протащился от всего этого в StarCraft, честно, вот я списываю это на StarCraft, мне очень нравилось горячие клавиши в StarCraft, я почему-то, как-то так получилось, что до StarCraft я использовал горячие клавиши не в таком количестве, а потом я начал, типа, так хардкорить в StarCraft 2, и там, понятное дело, без горячих клавиш никуда, и я себя приучил к этому очень сильно, и поэтому мне это сейчас очень нравится в Blender, и это мне очень понравилось, когда я Майю всю перелопатил под себя под горячие клавиши, и поэтому я сейчас бесит 3D-код, где я лезу постоянно в менюшки, потому что я ленивый, не ленивый, я просто не знаю, где смотрю все горячие клавиши. так, ну вот это должно нормально смотреться. Так, бутгейм, привет, привет, кто-то влепил мне дизлайк, вот, нехороший человек, еще и на стриме сидит и влупил дизлайк. Не знаю, короче, причем у нас на работе нормальные планшеты, вот эти большие, я не помню, как я их называю, окомовские, с кучей кнопок, ну, то есть, некоторые у меня дома маленькие Intus, и все равно мне неудобно, мне бесит все эти кнопки, мне больше, не знаю, клавиатура, это такое количество горячих клавишек, всего-всего, что от нее отказываться, мне прям совсем не нравится. Ну, ладно, видимо, человек отнегодовал от того, что мы сегодня занимаемся ретопом и говорим, вместо того, чтобы текстурить, согласен, нехорошо вышло. Зато я сегодня, по-моему, рассказал прям, за две недели вам отчитался по количеству текст, у меня же в горле уже першит. для тех, кто сейчас в чате, как считаете, наш вот этот челлендж проводить пораньше, но тогда видео будет вводное или с подробным видео, но тогда непонятно, насколько он затянется. какое ваше мнение? Для тех, кто смотрит записи, тоже там в группе можете отписаться в комментах, потому что этот вопрос меня волнует и я пока не решил, как поступить, потому что все-таки для вас проводится. на самом деле, не нужно затягивать, но вот я тоже считаю, что не нужно затягивать. мне кажется, основную базу люди и так уже знают, если у нас все-таки стримов-то немало было, но я все-таки попытаюсь, просто вот говорю, отфигачить весь ящик и записать это на видео, еще как-то это порезать, смонтировать, это все-таки время. плюс мне не особо хочется тратить время на ящик, мне немножечко более серьезные штуки нужно, хотя может быть я найду какой-нибудь ящик, который нужен мне и отфигачиваю на его примере. Вот это возможный вариант, потому что все-таки я буду какие-то пропсы делать для своей локации, и, кстати, можно сделать ящик для локации, ну, надо будет подумать. И концепты интересные найти. Ну, кстати, концепты я знаю, какие он там. Уже у меня есть мысль. Да, вот, кстати, все. Я, наверное, даже... Так, ну вот здесь решили, так, тут у нас стык. Работа со складом? Да, я давно ее видел. Если ты говоришь про... Вот где она тут? Она же не так давно ее обновили, да? Он снова ее выложил. Блин, где ты? Она же не так давно снова он ее обновлял. он же ее до этого выкладывал, это причем русскоговорящий, кажется, товарищ какой-то. Давайте я сейчас отсортирую просто по environment, и мы сразу же найдем environments. Вот. мне вот эта работа понравилась, она и вправду прикольная. Так. Где, где склад? Он должен... Его не так давно уже снова поднимали. О, вот эту, да? Он просто ее выкладывал... он над варфейсом работал. Прикольно. Вот, он ее выкладывал. Он первые пропсы выкладывал аж вот здесь, а первый раз сцену он показал три месяца назад. Но он, блин, круто ее сделал, но она видна, она на продажу. Он просто ее периодически форсит, да? Но, если я не ошибаюсь, у него она на продажу. Поэтому и такое качество. Устану очень крутая, да? Да. На самом деле, я все больше убеждаюсь, что самые крутые сцены люди будут выкладывать на продажу именно с технической точки зрения, потому что... Надо будет, кстати, статью почитать. Сейчас дайте, я сейчас скину. Блин, вот это... Смотри, первый раз модели танк месяц надо считать в рабочих часах. Если ты в рабочее время, но долго, в рабочее время, в смысле, как вот полноценный день, но надо смотреть, какой опыт и так далее. То есть, надо выходить на две недели на хайпольку. Именно жесткую хайпольку уровня World of Tanks, либо простенькую хайпольку за неделю. Ну, понятное дело, что Москва не сразу строилась. Я, например, свою первую Катюшу тоже делал, но там в сумме я тогда довольно халявно потекстурил, но вот на Катюшу у меня ушел тоже где-то месяц на весь процесс. Ну, все зависит от опыта, я думаю, просто надо нарабатывать. Главное, сейчас какой результат, но это нормально, что не с первого раза быстро делается. На самом деле, танки делать это зависит еще от танка, там, потому что если делать какой-нибудь, ну, Абрамс, он, например, средней по сложности, да, есть, например, дикие, вот сегодня мы, например, Стингер Тенк, а, Стингрей, Стингрей, нет, Стингрей, сегодня просто обсуждали танки, вот какой-нибудь вот такой крышачок моделить, вот совсем вот этим, ну, давайте, на самом деле это тоже, ну, вот что-то такое, вот, с текстурками, недели за три, наверное, надо делать, так, Т-80, сейчас глянем, нет, не Н-80, Т-80, ну, он по сложности не самый простой, он довольно плоский, но месяц, если это там не первый танк, то он нормально, понятное дело, потом надо выходить, ну, вот если вот ты вот вымоделил в таком состоянии хайпольку месяц, то вообще норм, ну, то есть, видишь, они довольно, видишь, я смотрю, тут просто есть разные модификации, короче, вот если ты моделил что-то вот такое с пулеметами, то вообще норм, можно быстрее, но в целом норм, если моделил какой-нибудь простенький вариант, без обвесов, то, понятное дело, надо стараться быстрее, вот тип такого, вот это не очень сложный вариант, я видел, видел там намного сложнее, все зависит от финального результата, вот, то есть, кинуть ссылку, мне нужно дать тебе права соответствующие, давай, сейчас решим, давай, я тебе дал модератор, сейчас временно, я надеюсь, не начнешь чудить, можешь кинуть ссылку, так, что-то я заболтался, что мы с вами делали, мы с вами ретопали, да, говорят, ага, так, ссылку, это, блин, я не буду жать тебя удалить модератора, потому что я боюсь тебя удалить вообще с чата, ну, не, ну, мятенько в некоторых моментах, я бы на твоем месте немножко поаккуратнее сделал фронтальную часть, но, по срокам норм, ну, то есть, ты его довольно неплохо помоделил, учитывая, что по 4 часа месяц, это считает 2 рабочих недели, нормально, плюс, я смотрю, ты гусеницы отмоделил, нет, это нормально, вполне, это такой рабочий режим, можно поаккуратнее некоторые моменты, но, по сроку, тогда ты не волнуйся, это, то есть, смотрите, то есть, что мы понимали по срокам, даже какой-нибудь плариум, плариум на танке закладывает на танк, ну, мобилка, танк на мобилку высокого качества, по-моему, могу ошибаться, что на мобилку там, но, знаешь, что 2 недели, да, 2 недели уходит на разрешение, соответственно, где-то, ой, блин, я не знаю, какое разрешение на самом деле, так же, подождите, я чушь делаю, блин, опять, не, надо подумать, как это лучше сделать, а лучше это сделать будет в следующем, овосте, потому что, видите, тут идет сквозная одинаковая труба, и отмоделивать ее, это опять будет просто глупость, поэтому мы берем select, verticals, рамочкой, выбираем все эти вертиклы, только без, без вот этих, трансформим, чтобы это дело выровнять, и поехали вперед, потому что, я занимаюсь какой-то фигней, я не знаю, вот это отверстие имеет ли смысл отбить, оно у нас, по сути, ни на что не влияет, но оно довольно близко, вот это вот минус, так, но тут что-то у нас произошло, да, какая-то фигулька, где-то проблема произошла, да, пока ехали, ага, с одним полигоном, ничего страшного, вот, упростился жизнь, ощутимо, а, произошла проблема вот из-за этой фигни, delete полигон, и поехали, вот сюда, и, немножко я далеко уехал, но ничего страшного, так, я начал говорить, плариум, две недели, у нас тоже где-то две недели, в World of Tanks, я думаю, на их мобильное приложение, может быть, даже три недели, месяц у них на танк, и у ароматы, тоже где-то такие сроки, вообще, кстати, я вам советую, ароматы в свое время искала фриланс, фриланс на, когда, ушли из Obsidian проект, и перешел к нам полностью на поддержание, начали искать фрилансеров, и там писали очень хорошие ролики, они, кажется, сейчас я, сейчас, подождите, я попытаюсь для вас найти, там довольно интересно, секундочку, да, вот, сейчас, блин, они удалили этот плейлист, сорян, шалко, там, короче, ну, может быть, вы где-нибудь найдете, найдете, может, где-то сохранилось, короче, был плейлист, как моделить танки на армату, и они прям показывали весь пайплайн, и там, конечно, круто было, очень полезная информация, но вот сейчас я смотрю, плейлист удалили, но, может, его куда-то перенесли, у меня просто, моя ссылка удалена, ну, короче, там тоже, назывались, сроки, там, месяц, два, это нормальная история, но это на, на фул, на фул историю, да, чтобы вы понимали, и это рассказываю так смело, потому что я знаю, что это открытая информация, она много раз, где и кем-то произносилась, так, давайте вот здесь вот сейчас сделаем, вот так вот, мне, это не очень хорошо с точки зрения оптимизации, но терпеть можно, так, и отключим автоснеп, я еще раз извиняюсь, что у нас весь стрим вышел о рептопе, но я в любом, хотя, может, я не знаю, вот я дотекстурию самостоятельно, или на стрим оставлю, обещать не могу, так, вот тут надо снэп включить, ага, тут у нас вот такая ерунда происходит, а почему? я в какой-то момент ударил тут полигон какой-то, что ли, или почему оно уезжает вниз-то, а, оно вниз уезжает вот из-за тебя, я понял, значит, нам надо тут как-то это будет пофиксить дело, подумать, а, кстати, танчик неплохой, мне понравился, да, еще надо будет пофидбэчить там, если вы еще не знаете, у нас есть группа ВКонтакте, где вы можете скинуть свои работы на фидбэк, я стараюсь довольно подробно расписывать всякие моменты, и давать всякие рекомендации, я уж не знаю, насколько ко мне прислушиваются или нет, но я стараюсь важные моменты отмечать, так, вот что-то тут не так происходит, да, ага, тут не так, то, что эта пластина вообще себя ведет плохо, а почему она ведет себя так плохо, потому что она совсем не попадает в толщину, да, нам надо ее задвинуть глубже, 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 невелика проблема, задвигаем пластину глубже, выбираем все фейсы, ссылку на группу, конечно, вообще там, слева правого, слева нижнего угла она написана, но давайте еще с ссылочкой, это никакой проблемы, так, ссылка пошла, там альбом, фотография, работа участников, кажется, называется, там вот висит замечательный пистолет, который я сегодня буду фидбэчить, но может быть завтра с утра, уже не уверен, что-то я переболтал, с непривычки все-таки устаешь, отвечаю довольно оперативно, по группе, не мгновенно, но довольно быстро, так, вот тут немножечко проблемка, давайте мы ее пофиксим, select, verticals, и опять-таки, рамочкой, вот, блин, вот это меню интересно, вызывается каким-нибудь, какой-нибудь горячей клавишей, я практически уверен, что да, но, к сожалению, знатоков по 3D-коуту, наверное, еще меньше, как, не знаю, блин, реально, таких людей очень мало, кого не спросишь, все-все знают, что-то тыкают, но нормальный интерфейс, не особо, да и что-то это может делать, что с тобой не так, так, ладно, давайте снесем и, а, я знаю, что с тобой не так, мне надо тут, тут полигоны же, вот ты мне и не даешь, да, ничего, вот, теперь все нормально, но я вам обещаю, на следующий стрим будет что-нибудь поинтереснее, скорее всего, а вот, кстати, не знаю какую тему, может быть, придумаю что-нибудь особенное, если у вас есть какие-то пожелания, можете их озвучить, может быть, я какую-то специфичную тему рассмотрю, пока есть возможность, потому что потом начнется обучение, и возможности разбирать кастомную тему у меня не будет, давайте ваши финальные вопросики, что-то мне горло уже совсем першит, тем более, ретоп, он примерно однообразный, вы смысл уловили, примерно как мы работаем, теперь надо доделать, соответственно, ретоп, сделать развертки, как я сказал, на три четверти, и запекать я буду по именам, ну, кстати, давайте, давайте как паузу и как бонус, я покажу, как можно запекать вот это дело в Мурмассете, и почему это так классно делать в Мурмассете, давайте я сейчас, мне не очень нравится идея сделать, да, я пробовал топоган, и просто мне топоган понравился меньше, то есть это чисто вкусовщина такая, давайте я сейчас просто вам покажу, как я это буду запекать, и основные моменты по запечке, просто как информация, если вдруг с этим не знакомы, и отдельно потом вынесем это как ссылку, так, давайте сохраним, это у нас будет ган, тем более в Мурмассете мы можем довольно удобно это все сделать, ган, вольфенштайн, ган, я потом просто хочу вернуться к этому моменту, вот у меня есть, например, вот этот кусочек, я один кусочек просто сейчас возьму, так, и давайте вынесем его на новый UVset, new UVset, рожок, move, select it to rожок, и вот рожок, это наш новый UVset, только на него, то есть я, видите, специально сохранился, чтобы потом откатиться к этому моменту, смотрите, значит, как я буду поступать, поступать я буду следующим образом, так, что это у меня тут, ничего, значит, я делаю развертку вот таким образом, то есть жестко половину, жестко берем половину и половину, давайте выключим вот этот кусочек, вот тут грязь какая-то, ну, сейчас я говорю, мы сейчас быстренько фиксим это дело, это не очень хорошо, что быстро, так, здесь так, на самом деле, как бы я сначала, я сначала бы закинул это в майку, и сделал, соответственно, мир, так, а почему у меня, где у меня еще общая часть, у меня общая часть вот здесь, все, вот, вырезали вот этот кусок, и нам еще надо с вами вот этот кусок обрезать, который связан с курком, с курковой областью, и почему вот для таких вещей, ромосет особенно хороший для запекания, потому что, сейчас покажу, так, вот эту часть, например, мы можем вообще вот делать так, потому что эту часть практически не видно, ее вообще можно удалить, например, так, вот это мы с вами удалим, то же самое делаем с вот этой частью, тут попроще, тут можно, делать, например, вот так вот еще, я сейчас специально, и не факт, что я бы так стал делать, но просто хочу показать, то есть развернуть, если что, можно и вот так, чтобы не было такого жесткого шла там иногда, короче, это по ситуации всегда, так, вот я разверну, например, вот таким образом, да, то есть, довольно чистенько, тут тоже все довольно чистенько, смотрите, дальше делаем анврап, вот он мне его развернул, вижу, что у меня проблемы вот с этим куском, потому что он слишком большой, сразу же слишком большие куски, с ними что-нибудь делаем, тут сложно что-то с этим сделать, можно сделать надрез вот здесь, потому что игрок его тут никогда не увидит, и мы, соответственно, уменьшили размеры вот этой части, снова делаем анврап, смотрим, вот теперь у нас побольше UV пространства закрыто, можно еще как-нибудь тут пошаманить, сделать пак UV, например, ну, неплохо, но, как я сказал, я удаляю половинки, потому что они не нужны, у меня симметричная развертка, значит я беру и удаляю, во-первых, вот это, и удаляю вот это, и снова делаю анврап, потому что вот эта часть мне была не нужна, вот, вот теперь у меня нормальная развертка, три четверти развертки, да, как видите, и делаю экспорт, экспорт ритопа обжект, про процесс обработки деревянных крыш в домике, а, окей, хорошо, конечно, так, это у нас папочка make, и вот у нас, давайте просто назовем, тест, потому что я все равно сейчас буду забрасывать это дело в мае, cancel, тут создаем новую сцену, и закидываем сюда, сейчас объясню зачем, это на самом деле не обязательно, надо на самом деле смотреть, а на стриме ты смотрел, как я делал, я же это делал на стрим, этот домик, по-моему, или нет, если я правильно помню, а, я помню, я, короче, делал обычный скульпт, ну, то есть, как я сделал, так, ладно, давайте я не буду плясать, сейчас, смотрите, вот, значит, у меня есть этот момент, и смотрите, что я тут делаю, это у меня пока еще эксперимент, я пока к определенному моменту не пришел, я делаю, например, вот так вот, видите, я взял вот этот моментик, делаю экстракт, вот это, и, 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 кстати, вот тут не хорошо получилось, ну, ладно, делаю, ADN, нет, не ADNM, cuttools, cuttools, mirror and copy, так, давайте, вот это тоже от экстрактем, чтобы тут не было никаких моментов, экстракт, все вот это объединяем, зачем я это делаю, ну, запечь, на самом деле, я могу и без этого, без каких-либо проблем, mesh combine, но, во-первых, можно тут будет подшить точки, кстати, почему мне сейчас не рисуют, где, какие у меня точки должны быть, раньше у меня была включена эта настройка, но, зачем это сделано, потому что я могу вот пойти, взять вот этот shell, и, вот тут вот, в майке есть важный момент, я не так давно начал этим пользоваться, перемещение на другой UV set, видите, и это важно для того, чтобы вот эта штука не будет запекаться, то есть, то есть, вот, у нас эта геометрия есть, но она не печется, видите, у меня тут косяк, ну, короче, мы сейчас торопимся, но не суть, то же самое делаем вот с этой штукой, сейчас про Redcatchers расскажу, и вот делаем тут то же самое, ничего не забыл, вот ничего не забыл, экстракт, и раскопия, по UV это кидаем на единицу, на другой квадрат, и комбайнем это дело, он сейчас мне неправильно рисует, почему-то, я, видимо, почему-то он мне перестал правильно штриховать мои штуки, раньше он мне рисовал, ну ладно, вот, в итоге мы сделали сейчас тут все по-нормальному, да, то есть, у нас есть вот развертка, и вещи, которые мы не хотим печь, они у нас, соответственно, на втором UV-сете, делаем Mesh Combine, дальше, Unlock Normals, потому что бывают с этим проблемы, и, блин, он мне, а, все, рисует, я назначил эти, soft hard edge по 65 градусов, этого обычно хватает, но в этом, собственно, и плюс Marmoset, он нам даст очень гибкие возможности по фиксу этого дела, и экспортим это снова, как тест bake, потом идем в Marmoset, Marmoset я как-то показывал, но покажу еще раз, потому что для таких вещей он особенно хорош, закидываем сюда, идем в Maya, Weapon, Wolfenstein, вот он наш тест, да, или тест break, тест break, вот наш Mesh, и мы сюда кидаем еще Mesh AR65, он довольно жирный, но Marmoset умеет все жевать, так вот, пока грузится, расскажу, значит, как я делал на вот эти досочки, раз просили, дело я там довольно просто, я взял очень большую балку, вот такую, и разбил ее на всю UV-шку, то есть я ее нарезал вот таким вот образом, да, то есть там вот каждый кусок, да, то есть я, грубо говоря, одна балка состоит из четырех вот этих кусков балки, и потом отскульптил и запек, и в итоге я в итоге комбинировал разные куски развертки с разными комбинациями, то есть у меня в итоге был один Mesh с одной разверткой, но в игре в домике я использовал раз балку, два балку, три балку, четыре балку. Mesh у меня состоял из довольно поработанного скульпта и материал из Substance этого дизайнера. Так, смотрите, вот мы закинули, выключаем видимость, делаем Bake, вот, бутербродик, и вот здесь очень круто, что мы можем перетащить нужный нам кусочек, а нужный нам кусочек называется, а как он называется? Давайте глянем. Bottom, кажется, да? Нет, не bottom. Bottom Metal. Вот, закидываем его в High Poly и теперь, нет, в High Poly, не в Low Poly. А в Low Poly закидываем, соответственно, вот наш вот этот. Тут жмем на кнопочку выключить видимость High Poly Bake и делаем, соответственно, тестовый Bake. То есть, видите, в отличие от Substance Painter вам не надо заморачиваться насчет названий, вы можете просто вот так вот по группам побросать, даже если будут какие-то ошибки. Жмем Preview, он нам должен это дело запечь. А, я тут закинул, смотри. Вот, запек криво, это нормально, жмем на кнопочку Bake. Сейчас запечет нормально. Вот, видите, все запеклось вполне хорошо, но вот могут быть в Hard но здесь, кстати, все не так плохо. Не-не-не, вот с досочками не надо. Смотри, на чем я базировался, я базировался на том, как работают в этом. Сейчас откажу Dishonored. Вот. Я не помню, у кого там было. Вот, вот у него, но я не помню, в какой работе. Ну вот, кстати, вот как, например, с досками поступают. Вот с такими досками поступает тайловая текстура. То есть, ты должен в Substance Designer ее сделать или от скульптите использовать везде тайловую текстуру и вырезать из нее куски. Это вот как... Вот, собственно, советую еще посмотреть. Но я хотел показать другое. Вот какая-то из этих работ... Вот, вот. Смотри, как они делают вот эту древесину. То есть, это вот такая текстурка. Домикор, ешки-матрешки где-то. Во. Видишь, она асимметричная. Это очень высокая длинная текстура, в которой есть всякие различные куски и так далее. И вот, собственно, вот это назначается разным мышам. Соответственно, ты вот туда двигаешь вот эту вот супер-пупер текстуру и, например, вот здесь делаешь луп, да, то есть, здесь делаешь луп и делаешь кусочек развертки и пододвигаешь в этот кусочек развертки, например, вот этот момент там с заклепочкой и так далее. Вот здесь нужна такая штучка, вот она, соответственно, проскульптена, а это типа получается такого текстурного атласа древесины, который вот так вот двигается для разных кусков. Главное, что тут надо соблюдать, чтобы у тебя были довольно плавные переходы, чтобы, ну, то есть, вот между вот этой границей и вот этой границей всегда должно быть примерно одно и то же, потому что иначе у тебя не сойдутся границы и будет ерунда. То есть, должен быть всегда вот этот переход аккуратненький. То есть, если тут светлая сторона, то и тут должна быть светлая, не должно быть светлая темная, потому что иначе у тебя будет очень заметный стык между вот этим кусочком и, например, вот этим кусочком. Ну, примерно так. Так, ну вот, соответственно, смотрите, как оно прекрасно забейкалось, но вот с такими вещами, например, могут быть проблемы, да, или, например, вот с такими. И, соответственно, мы идем в прекрасную опцию Paint SQ и исправляем. Вот для Hard-D это супер важно. Видите? И он нам делает все по Paint Offset. Все замечательно. Видите? Ну, то есть, тут разрешение, там надо повысить нормально запечь, но в целом работает вот таким образом. И для sci-fi пушек и сложных пушек вот эта штука работает мега круто. Ну, и в целом, видите, у нас Mesh вообще без фасок и так далее. Посмотрите, насколько круто смотрятся все наши... Ну, то есть, вы не сможете, вот, если не смотреть на силуэт полигональный, вы не сможете догадаться, что тут все вот такие штуки полигональные. Вот, посмотрите, насколько круто смотрятся вот эти все фаски и насколько они хорошо все смотрятся. Потому что они супер-мега скруплены. И это все вот... Почему я заморачиваюсь на эту тему? Вот видите, оно как круто смотрится. И вот пока меня не ткнули в это носом, то, что вот тут острый угол, да, хайпольку я диссомейшеную подгрузил, потому что у меня итоговый хайпольку весело, короче, супер-мега-жёстко. Я очень люблю выкручивать эти, блин, ползунки дайномеш, и у меня получаются там жуткие мыши. Ну и вот благодаря тому, что мы использовали перенос развертки, видите, тут тоже всё хорошо. Вот, собственно, что я хотел показать, важный момент, то есть первое, спокойно относитесь, делать вот так вот. Возможно, есть более простые варианты, в вашем софте я делаю так, мне просто так проще, потому что я всё равно назначаю группы сглаживания и так далее. Кстати, я предпочитаю не назначать группы сглаживания, я предпочитаю... Нет, детали не страдают. Если... Ну, то есть, они страдают только на каких-нибудь сферах, надо знать, ну, короче, не быть фанатиком. То есть, вот, 30 миллионов полигонов на эту пушку были абсолютно лишними. Вот сейчас она... 6 миллионов, это норм. Вот, например, единственное, где что могло пострадать, это вот на этих импочках. Да, всё нормально. Я делал в том, что прям совсем... Где у меня получается вот на таких штуках, ну, это не видно. Ну, то есть, вот, да, тут я немножко с десамейтом переборщил, но не более того. Тем более, если что, десамейт всегда можно потом ещё раз сабдивайднуть, если увлёкся слишком сильно. Ну, короче, десамейшн довольно хорошо контролируется, поэтому... Он очень умный, то есть, посмотрите, как он древесину хорошо десамейтит. Где прямые участки, всё ок. Всё-таки мы печём с вами не 16к и не 8к. Вот именно, вот смотри, вот я поэтому и показываю насчёт нормалки про 90 градусов. Вот смотри, как у меня сейчас сделано. Это связано с тем, что надо просто всё правильно сделать. То есть, я не люблю вот такие вот штуки, да. То есть, это реально смотрится очень по мобилкам, но так далее и так далее. Первое, что я делаю, это значит... Ну, я сам просто с этим всем напарался, смотри. То есть, у меня тут группы сглаживания все более-менее аккуратно назначены. И у меня тут супер-мега с круглой фаски. И при этом смотри. Ну, то есть, ты не считаешь вот сбоку, что тут вот такая фаска. Ну, согласись, оно не видно, как острый угол. Потому что... Я не могу ответить на этот вопрос. На моём проекте нет. Но я его использую для себя. Ну, то есть, по ситуации, грубо говоря, если я могу... Просто я не могу говорить про другие проекты, окей, да. Это немножко не в моей компетенции. На нашем проекте я за мрамосет, и я его иногда использую. Не всегда. Если что-нибудь простенькое... Дело в том, что танки иногда... Извините, совсем сговорюсь. Танки иногда очень плоские. И на плоских танках вот это всё лишнее. И... Нет, там хардэдж. Хардэдж. Но дело в том, что это мрамосет. И мрамосет даёт мне возможность, если что... Вот это, собственно, и крутость мрамосета. Вот жмём пейтскю и смотри. Несмотря на то, что у меня тут назначен хардэдж, посмотри, как ведут себя нормальки. То есть, они игнорируют вот этот вот хардэдж, по сути. То есть, если бы тут был хардэдж, оно должно вести себя... Вот так. Да, и получается ущербно. Но из-за того, что мрамосет очень интересно трактует вот эти все нормалочки, он кидает вот так. Но в просмотрщике тебе нужно будет там именно иметь хардэдж, потому что софтэдж будет иметь очень странное сглаживание, и оно будет смотреться с искажением. Поэтому для мрамосета неважно. Для просмотрщика и в игру тебе надо, чтобы тут был хардэдж. Если хочешь, чтобы это нормально смотрелось. Еще, если вы не хотите заморачиваться с... Этими... Как их? Группами сглаживания и так далее, я очень часто и до сих пор использую метод, что я всему ставлю софт, да? То есть, я просто с этим очень много направился. Вот, всему ставлю софт, оно сейчас не шейдит странно, хотя должен. И делаю просто саппортэджи. То есть, я не люблю группы сглаживания, я предпочитаю делать всему софт и назначать саппортэджи, потому что именно сабстановский бейкер это воспринимает лучше. Именно сабстановский. То есть, все остальное нет. А вот сабстановский бейкер, он не любит хардэджи. Он как-то их очень неправильно трактует, мне не нравится. Я предпочитаю сделать всему софт и накидывать просто вот эти мультикаты. Ну, вот здесь плохо, да? Но я довольно... Ну, в танчиках это очень хорошо работает. Все, что-то я с вами на вопросы отвечался на 20 минут. Надеюсь, было интересно. Подписывайтесь, увидимся с вами через недельку, а я пошел дальше увлекательно ретопать нашу пушечку. Хорошая рабочая неделя, друзья. Все не без музычки. Продолжение следует... Продолжение следует...